Получилось так, что я стал инвалидом. 7 месяцев после прививки, прививку поста, и меня воник через некоторое время просыпал полную параллелизацию. До 4 лет я вон не ходил. В 12 лет узнали, что есть такой дикуль, московский циркач, который получил там спины, поставился на ноги и стал силачом. Вот связались с Валентином Дикулем, написали письмо, оттуда пришло положительное ответство. Да, если желание есть, по моей системе можно встать на ноги. Выписали тренажер, и началась картодневная, допота тренировки каждый день. Путем физических упражнений, вот такой, какой я и сейчас есть, познакомился с людьми, завязалась за руку с ребятами. Ну и пригласили, сам добился результатов. Научи людей добиваться результатов, поделить своим опытом. Ну, я так подумал, подумал, почему бы и нет. Сила есть, возраст как бы позволяет. Вводим музеи, то есть сотрудничаем с Алтайским государственным художественным музеем. Ну, также сотрудничаем с Покровским собором всей православия для людей с инвалидностью. Также организовывали кружки музыкальные, пение, ударные инструменты, компьютерный, кружок компьютерной грамотности и театральное искусство. Вот сегодняшнее мероприятие, оно посовет раскрепощению людей с инвалидностью. Прийти, друг друга увидеть, пожелать приятного дня, поздороваться наконец. То, что как бы ребята сидят дома, мало передвигаются, мало мобильные. Ну и как бы общение навсегда хорошо, так что такие мероприятия это очень полезно. Было бы желание, то есть каких-то результатов можно добиться. Ну а вообще, как бы, надо смотреть вперед, оптимистым быть и общаться больше со здоровыми известняками. То есть недоцикливаться в себе. Вот еще хочу поделиться своим, как бы, случаем, вот таким жизненным. У меня с детства была мечта научиться кататься на велосипеде, на двух колесах. И учился, в 12 лет поехал. Ну, при этом поехать было столько шишек и ссадин, чтобы была, упадешь и думаешь, нет, все. Больше я к этому велосипеду не подойду. Ну, минут через 20 подходишь, садишься и едешь. То есть, я вот, ребятам, молодым ребятам и девушкам, и, в общем, всех, у кого есть какие-то физические недуги. То есть, руки не складывайте перед этого, перед обстоятельствами. Наоборот, идите вперед, и все у вас получится. Субтитры создавал DimaTorzok